шалом урок за поднятие души яков сын наума яков бен нахум глава вайхи и жил яков стране египетской 17 лет наши мудрецы говорят что яков был больше всего счастлив в эти 17 лет потому что он жил со своей семьей обучал их торе занимался торой с внуками чем это были счастливые годы рядом был сын его иосиф наконец-то его жизнь удалась все 12 сыновей все с ним и было дней якова годов жизни во сто сорок семь лет яков разговаривая с фараоном мы это читали в главе вайгаш он сказал что немногие злополучные были годы жизни моей и достигли от жизни отцов моих и всевышний ответил ему на эти слова он потерял 33 года жизни должен был прожить 180 лет как пишут наши мудрецы все таки жизнь его полностью состоялась невзирая на все трудности на все его периоды жизни не все проходили по-разному но в основном все у него удалось и что-то яков не так сказал вот так вот данном случае для такого праведника как как яков это невозможно поэтому 33 года жизни он потерял здесь и подошли дни исраэля концу и призвал он сына свой иосифа и сказал ему если я нашел милость в глазах твоих то положи руку твою под бедро мою окажи мне милость и верность не хорони меня в египте значит мы это не первый раз то я читаю мы знаем что когда аврагам отправляет свою слугу или эзера за ривкой то он тоже ему говорит поклянись мне и говорит положи руку под бедро мою наши мудрецы говорят что нужно было прикоснуться к обрезанию потому что не было еще у нас ни свет который не мезузы не было даже бокальчика для кедуша не было никаких других западе кроме обрезания поэтому или эзер поклялся врагам прикоснувшись к обрезанию то же самое делает и яков с иосифом когда я уйду к отца моим ты вынесешь меня из египта и похоронишь меня в гробнице и тот сказал я сделаю по слову твоему и сказал яков поклянись мне и тот поклялся ему и поклонился Исраиль в сторону изголовья постели ну мы читаем это мы читаем на Веталдот яков говорит Исау продай же мне теперь свое первородство Исау говорит ведь я хожу на смерть на что же мне первородство и сказал яков клянись мне и тот поклялся ему и продал свое первородство Якову ну понятно здесь все понятно потому что слово Исава мало что значит здесь нужно было конкретные расписки какие-то действия клятвы здесь все понятно потому что Исав это человек который может и мать с детьми поразить то что мы читаем с с вами воевая шлах поэтому здесь нужно быть брать клятвы нужно все эти обещания эти все это выполнять как положено но какой смысл брать клятву с Иосифом мало того что Всевышний его поставил на такую высочайшую в мире должность и он праведник и полное доверие между сыном и отцом для чего еще нужна и клятва и мы знаем из комментариев наших мудрецов что для того чтобы облегчить Иосифу задачу когда фараон сказал что хорони его здесь своего отца после смерти Якова он сказал похорони его здесь он не хотел чтобы Якова вынесли из Египта ведь когда пришел Яков закончился мгновенно голод Нил поднялся и у них было полное благополучие эти 17 лет а теперь если Якова вынести из Египта то может быть наступит опять это страшный голод и это были у него полные основания фараона и поэтому Иосифу нужны были аргументы и он сказал фараону что отец взял меня клятву похоронить своему папу в пещере Махпила в стране Кнаан и фараон еще пытался возразить он говорит я снимаю твою клятву а Иосиф сказал тогда я сниму клятву свою я обещал тебе что никто не узнает что ты не знаешь святой язык и фараон тогда сказал хорони отца твоего вот для этого необходимо было Иосифу это клятва в помощь Иосифу Иосиф в то время еще не был фараоном он был правителем страны он станет фараоном только через много лет когда умирает фараон он только последние 40 лет будет править Египтом как царь и поклонился из сторон изголовья постели Раши пишет из этого мы знаем что у изголовья умирающего находится шхина то есть Яков поклонился божественному присутствию шхине другой комментарий что он поклонился своей кровати на которой были зачаты все его дети спасибо за внимание всем всего самого наилучшего клятву